Сегодняшнее заседание Конечно, очень обидно, что у нас так рано После вчерашнего напряженного дня Все, наверное, хотят еще поспать Особенно те, кто приехал из Москвы, Петербурга, Казани Из таких центральных районов Потому что в Москве сейчас еще 8, только 8 утра Ну что же, тогда давайте мы начнем нашу секцию Как вы знаете, наша секция называется Технологии обеспечения комфортной экологичной среды обитания человека И у нас сегодня на нашей секции мы рассмотрим целый комплекс проблем Связанных с вопросами, обеспечивающие благоприятные условия среды обитания человека в помещении Значит, несколько слов будет сказано по поводу теплоизоляционных материалов И наружных ограждающих конструкций Важным фактором защиты создания благоприятной среды является защита помещений от шумов И в последнее время очень актуальной стала тема Связанная с защитой помещений и зданий от вибрационного воздействия Ну и также несколько слов мы скажем о городской Будет сказано о инфраструктуре городских объектов Потому что во многом инфраструктура объектов обеспечивает также у нас благоприятную среду обитания Нина Александровна, конечно, большое вам спасибо Мы вас просили нас пофотографировать Но все-таки вы у нас докладчик И большая просьба Займите, пожалуйста, место среди докладчиков А Ирину Николаевну пока она здесь Мы тоже попросим, чтобы она нас пофотографировала Ну, может быть, это не совсем, как сказать, этично Ну, вот по программе первый доклад является моим Поэтому разрешите, я представлю сама себя Значит, те, кто меня не знает Я Умнякова Нина Павловна Заместитель директора по науке Научно-исследовательского института строительной физики И я сейчас выступлю с небольшим сообщением Да, и вот... да Все верно я сделала, да? Меня слышно? Хорошо Ну, тема моего доклада такая Она сборная солянка Которая объединяет целый ряд проблем С которыми мы сталкиваемся в строительной отрасли Надо сказать, что все прекрасно помнят Что в 90-е годы, по сути дела, большая часть советской промышленности Была ликвидирована и разрушена И уже в 2000-е, в 21-м веке началось какое-то небольшое ее восстановление И в это время огромное количество зарубежных фирм Стали строить у нас заводы В частности, заводы по производству теплоизоляционных материалов И, соответственно, эти, в частности, были построены заводы По производству минеральной ваты на основе базальтового волокна Стеклянного волокна, пенополиэтилена, кирпича и так далее Которые на протяжении последних десятилетий Выпускали очень качественную, современную продукцию С высокими теплоизоляционными и звукоизоляционными характеристиками В основном сырьевая база на этих предприятиях была отечественная Но ряд компонентов, необходимые для их производства Поставлялись у нас из-за рубежа Ну и, соответственно, после того, как нам объявили Совершенно беспрецедентные санкции То большая часть этих поставок прекратилась И стал очень острый вопрос, связанный с импортозамещением Но потихонечку вот эта проблема импортозамещения продукции Переросла в более такую серьезную задачу Задачу обеспечения технологического суверенитета Российской Федерации И, собственно говоря, от того, как будет в этой системе Обеспечения технологического суверенитета Вот в этой системе работать Каждый уровень, каждая составляющая Зависит в целом итог решения вот этой задачи Но в качестве примера Несколько примеров разрешите мне привести Может быть, кому-то покажется странным Но еще пять лет тому назад Стеклобой для производства минеральной ваты и пеностекла Мы ввозили в нашу страну из-за рубежа Значит, сейчас, слава богу, у нас мы стали использовать Свой отечественный стеклобой для производства этих материалов В Подмосковье кирпичники, которые выпускают современный кирпич Столкнулись с такой проблемой, что в России нету производств Извините за стафтологию Производств по производству оксидов марганца Которые необходимы для получения коричневого кирпича За вот эти полгода были найдены глины С высоким содержанием оксидов марганца И начали выпускать кирпич Ну, близкий по цвету к тому, что было раньше Были проблемы с маслом Которое необходимо для производства минвата и стекловат Для гидрофобизации Тоже оно шло к нам из Западной Европы Из скандинавских стран Значит, сейчас в Москве, в России нашлись заводы Которые выпускают это масло Масло достаточно качественное Но и по цене дешевле Ну и последнее, что мне хотелось бы сказать Это низкоэмиссионные покрытия Значит, у нас большое количество магнетронов Которые делают низкоэмиссионные покрытия для стекол Значит, все эти картриджи для магнетронов Также поставлялись из-за рубежа Сейчас стекольщики в Красноярске работают с тем, чтобы наконец получить наши отечественные картриджи С напылением на стекло С напылением серебряного покрытия Ну и плюс еще идет какой-то там импорт из Китая И так далее и тому подобное То есть вот практически вот большая часть составляющих для производства материалов Она как-то вопрос импортозамещения получить удалось Но самая большая головная боль это оборудование Все оборудование импортное Значит, оборудование ломается И деталей, детали прямые, прямые поставки нету И вот сейчас разговариваю с производителями минеральной ваты И вот здесь на выставке там с кирпичниками разговариваю Сейчас у нас вот как раз стоит задача найти наших кулибинах Которые могли бы починить те или иные детали, сломавшиеся на технологических линиях Насколько я знаю, вот на фирме Парок была поломка Все починили, все маятниковый механизм работает То есть вот эта задача нам предстоит решить Значит, следующая задача связана с испытанием ограждающих конструкций Сейчас по всем мире в России возводятся высотные здания Уникальные здания Здания сложной геометрической формы С нестандартными конструктивными решениями И во всем мире для их технологий информационного моделирования Недостаточно, чтобы провести исследование этих конструкций И во всем мире для испытания конструкций Строятся экспериментальные установки В которых конструкции в натуральную величину Испытываются на различные воздействия То есть, причем эти конструкции размером 2-3 этажа И вот на этом слайде вы видите установки Германии Шиньян, Китай, Харбин, тоже Китай То есть, вот такие делаются экспериментальные установки В которых конструкции заменяются, а установка остается Надо отметить, что эти установки очень дорогие И далеко не все фирмы могут себе позволить создать такую установку Но надо сказать, что наш институт является Научно-исследовательский институт строительной физики Является редким исключением И мы в сотрудничестве со строительными компаниями Построили вот такие экспериментальные установки Значит, в них... А тут есть... А, значит, вот вы видите Это экспериментальная установка В нее устанавливается конструкция размером до 3 этажей То есть, это где-то, может быть, максимальный размер конструкции 10 на 12 метров И вы можете испытывать вот эти конструкции на ветровое воздействие Значит, на вопросы, связанные с инфильтрацией воздуха и дождевое воздействие Значит, мы считаем, что вот эти вот... До этого нам приходилось ездить или в Германию, или в Италию В Турцию для того, чтобы проводить эти испытания Удовольствие, честно вам скажу, не из приятных Потому что вот когда вы делаете, допустим, вот в Германии Делаете дождевание вот этой установки И как только кончилось ее дождевание Вы должны до немецких коллег Значит, пролезть по этой конструкции на высоту до 12 метров И проверить, появились ли капли, есть ли протечки Потому что у меня мой личный опыт был Когда те же самые вот прошло дождевание И у меня на глазах тряпочка, эти капли воды вытирались Мы проводим испытания, мы должны фотографировать мониторы С экспериментальными данными И потом по этим экспериментальным данным проводить расчеты И сопоставлять с тем, что нам дают заказчики Вот испытательные центры Потому что в Германии испытываются немецкие конструкции В Италии, в Италии, итальянские и так далее То есть и каждый из испытательных центров заинтересован получить результаты Я не хочу сказать, что они там жулики или что-то Нет, они там делают все, но у нас есть определенная погрешность Вот, поэтому то, что у нас теперь вот появилась такая установка И мы можем испытывать большеразмерные конструкции в натуральную величину То есть это, как я считаю, очень большое, важное достижение Для нашей, как сказать, для нашей науки Для нашей строительной отрасли И, собственно говоря, вот и в этом вопросе У нас получилось обеспечить наш уже определенный импортозамещение Технологический суверенитет И последнее, о чем я хочу сказать Это нормирование Значит, у нас Вот я считаю, я думаю, многие со мной согласятся Что наша система нормирования Наши нормы Они в определенной степени Также являются обеспечением нашего технологического суверенитета Вот это вот повальное давление на протяжении многих лет Что вы должны переходить там еврокоды, ИСУ и все Опять-таки, я не хочу сказать, что эти документы плохие Они разработаны хорошие все В них много рационального И вот здесь вот я сторонница для того, чтобы брать лучшее Что можно использовать в нашей нормативной базе Но вот такой вот повальный Чтобы мы там выделяли в вашем нормативном документе Желтом то, что вы взяли из европейской И проверяющий по проценту мог сказать А, у вас тут 60% годится Это годится Ну, я считаю, это во многом во вред Ну, и еще такая проблема Что, к сожалению, нас заставляют идти на поводу у заказчиков То есть вот по настоятельной просьбе заказчиков Нас заставляют повысить уровни шума в помещении Вот вчера я беседовала с представителем ЦНИПРОМ зданий Там они работают по своду правил Здания жилые многоэтажные Значит, у нас норма была такая 16 метров минимальная площадь в однокомнатной квартире Двухкомнатная минимальная 14,8 Значит, сейчас просят, чтобы эту норму понизили до 9 метров Ну, как можно 9-метровой однокомнатной квартире Обеспечить благоприятную среду обитания для человека Это нельзя И вот, собственно говоря, вот эти вот все проблемы С которыми мы в большей или меньшей степени Более удачно или менее удачно справляемся Но то, что мы делаем все свои возможности Все 100%, чтобы справиться Мы делаем все, что можем для того же справиться И в итоге, чтобы обеспечить наш технологический суверенитет Все, спасибо за внимание Я закончила Есть какие-то вопросы? Да? Можно я впереди паровозу лезу? Насчет вот этого стенда Ветровое давление, которое возможно создать Она примерно до каких уровней? 3000 паскалей То есть будет 3000 паскалей Сейчас мы еще не Поскольку эта установка вот создала Ну, заработала в начале этого года Там идет отладка программного обеспечения То есть уже идут испытания Но 3000 паскалей еще как бы не востребованы И мы еще не выходили Но она планируется на 3000 паскалей То есть Да, я вас слушаю Извините Можно, да? Да, конечно Да, да, да В каком смысле? Ну, я имею ввиду всю систему в комплексе Включая остекление, витражение Обязательно Остекление, прокладки, профили Все, все, все Полная конструкция Полная, полная конструкция Плюс еще как бы вот этот Междуэтажное Ну, самое узкое это место Это вот как раз вот это соединение Да, на уровне перекрытия Да, ну или на уровне перекрытия Или вертикальное соединение Хорошо То есть ветровые нагрузки Вы можете имитировать Там и для высотных зданий тоже Да, да Единственное, я так понимаю Что вы не занимаетесь Противопожарными вопросами Нет, нет Это, пожалуйста, коллегам из ЦНИСКа Скорее МЧС Ну, МЧС, пожалуйста Понятно Но мы больше не с МЧС А с коллегами из ЦНИСКа А много уже испытаний вы провели? У нас, то есть стенд заработал в этом году Но испытаний уже порядка 6-7 мы провели А заказчиками кто выступает? Застройщики или производители фасадов? Когда как? То есть такой вот закономерности нет? Да, да Очень часто являются Ну, они производители с поставщиками Очень часто заказчики, которые говорят то, что проверьте Понял, спасибо Да Ассоциация стройиндустрии Свердловской области Очень приятно Я давно вас знаю Мы тесно сотрудничаем с министрой физики Очень хорошо знаю Владимира Геннадьевича Гагарина Сотрудник Павла Палыча Хорошо знаю Вопрос Вот мы Вы работаете Создаете нормативные требования СП Вот последнее было Это Единая методика Проопределение теплопроводности Огрождающих конструкций Значит, или сопротивление теплопередачи Или теплопроводности материалов Что вы имеете ввиду? Теплопроводности конструкций не существует Материалов Огрождающих конструкций Все это Мы провели Круглый стол Обсудили А потом приходит постановление Что все СП Все нормы Они просто имеют Рекомендательный характер Как это понимать? Я хочу Применяю Хочу не применяю Для чего тогда мы разработаем Нормативную документацию? Значит Что я хочу сказать? Во-первых Это постановление Готовили не мы Разрабатывали не мы И идея тоже была не наша Насколько я понимаю У нас сейчас существует Четыре свода правил Обязательных И один гос Значит Все остальные документы Имеют добровольный характер Но добровольный характер Он как бы Как я понимаю Со слов представителей Минстроев АОФЦС и так далее Это как бы Добровольно принудительный Это во-вторых А с третьей стороны Вчера Была Всех день шла секция По техническому регулированию И вот эти вот вопросы ФАОФЦС Представители Минстроя Музыченко выступал Все они обсуждали И вот когда они нам Совершенно четко сформулируют Как должно быть Тогда я вам Совершенно четко Смогу официально дать ответ Сейчас я вам могу Говорить только Свои соображения У меня складывается Впечатление Что недалеко То время Когда даже Правила дорожного Или дорожные знаки Тоже будут Так Извините пожалуйста Это вопрос Не ко мне Понимаете Мы тоже С этим нормированием Рвем волосы Потому что Мы не знаем Как делать И как что Как и быть Но вот Но мы живем И на этом спасибо Всего доброго Значит А теперь Следующий доклад Я считаю Что Это Ну Как бы вам сказать Один из таких Достаточно Интересных Содержательных Докладов Его Сделает Лавренюк Александр Андреевич Который Называется Конструктивной Особенностью Нового Жилого Комплекса Бадаевской В Москве На берегу Москва-реки Стоял Пивзавод Имени Бадаева И вот сейчас Он реконструируется И на его Месте Возводится Новый Комплекс И вот Сейчас Александр Вам расскажет Очень интересно Поверьте мне Уважаемые коллеги Добрый день Добрый день Еще раз Представлюсь Я Заместитель Главного Конструктора Капитал Групп Девелопера Этого проекта Как Нина Павел Сдал Уже Данный Объект Находится На берегу Москва-реки Рядом Гостиница Украина Здесь Как раз Карта Есть Для того Чтобы Лучше Ориентироваться Сам Завод Был Построен В 1875 Году Его Начинали Строить Клейн Вебер Два Архитектора В конце Еще Подключался Явланов Завод Сам По себе До 20 Года Строился Этими Архитекторами Но В едином Архитектурном Ансамбле В 1930 Годах Ему дали Именно Бадаевского Алексея Егоровича И нам Он известен С тех пор Под этим Именем Хотя В 1903 Году Пытались Обратно Ведуть Трехгорный Название Во Время СССР У нас Где-то До 70 Годов На Этого Территория Была Активная Застройка Обновление Производственных Мощностей И В 1957 Году Когда Прокладывался Ктузовский Проспект Просто снесли В свое Время Строение 2 Также Было Потеряно Вместо Него Был Поставлен Административный Корпус Обычной Конфигурации И дальше Я расскажу Что мы Будем С этим Строением Делать Как его Восстанавливать До 2000 Годов Был Этот Завод Рабочим Он Выпускал Пивную Продукцию В 2000 Году 125 Свою Отметил И в 2006 Году Прекрасил Свою Работу Стали Приходим Уже Мы И С Герцог Домирон Мировые Архитекторы Ведущие И С проекта Бюро Апекс Начинаем Продумывать Новую Концепцию Этого Завода Основные Параметры Бадаевского Здесь Представлены Это 6 Гектар 26 тысяч Небольшая Площадь Застройки Порядка 75 метров Высота 8 надземных 3 подземных Этажа И общая Площадь 251 тысяч С копейками Из интересного Начинаем С отметки 37 метров У нас Идут 8 этажей Жилого Комплекса В монолите На Стальных Труббетонных Колоннах Высота 37 метров Тут Соответственно Можно Ознакомиться Уже Более детально С самим Планом Бадаевского То есть Надо понимать Что Красным Выделено Наверху Красным Наверху Выделено Вот этот И вот этот Это объекты Культурного Наследия Это западный Корпус Соответственно Восточный Корпус И вот здесь Стоит Строение 2 Мы его Будем Восстанавливать Фасады Внешний вид Полностью По историческим Чертежам Но с монолитной Несущей системой Из интересного Там будет Проходить Сквозь его Кровлю Труббетонная Колонна Всотой 37 метров Отдельный Интерес Что скорее всего Мы с коллегами Будем решать Как провести Испытания Наших Конструкций На гидроизоляцию Чтобы вниз Ничего не текло Потому что Эта вся Конструкция Не будет Единый Монолит Она конечно Какие-то Перемещения Будет иметь Ну и соответственно Познакомившись В целом С расположением И с общими Параметрами Объекта Давайте тогда Уже посмотрим Что сейчас На строительной Площадке Происходит Мы завершили Стену в грунте По периметру Рабочих Захваток Сейчас идет На западном Корпусе Уже Бетонирование Фундамента Началось Буквально На той неделе Соответственно Экскавация Грунта На остальной части Продолжается Полностью Завершены Работы По устройству Грунтцементных Элементов Под объектом Культурным Наследием Выполнены Все предусмотренные Стадии Работы По системе Противоаварийных Мероприятий Для объектов Культурного Наследия Соответственно Где-то В начале Апреля Мы должны На первом Участке Выйти уже В ноль И потом Уже начинать Заниматься Этими Бетонными Колоннами Ну давайте Дальше Две основные Составляющие На данном Моменте Рассматриваются Это геология И аэродинамика Поведение Аэродинамического Этих всех Конструкций Из геологии Здесь Разведанная Глубина Порядка 70 метров На разрезе Вы можете Видеть Что они Крайне Неоднородные Надо понимать Что этот разрез Не характерный Они все Не характерные То есть там Буквально Друг по другу Ныряют На протяжении Все площадки Так что В одном месте Можно найти Плывуны Условно говоря С другой стороны Там прекрасная Глина Примерно Тех же Отметок Соответственно Здесь у нас И скальные Грунты Есть И крупнообломочные И дисперсные Связанные И несвязанные Грунты И так далее Три горизонта Дополнительно Еще Гидрогоризонта Следующий Слайд У нас Идет По испытаниям Аэродинамическим То есть Так как Конструкции Достаточно Нестандартные Мы Решили Что для себя Что нам Надо провести Испытания Этих Конструкций Изначально Они проходили На базе МГУ Исследователи Средние Пиковые И пульсационные Составляющие Ветровой нагрузки Также был Анализ CFD И дополнительно С Крыловским Центром Мы проверяли В кругоподобной Постановке То есть Это когда Моделируется Не просто Жесткое здание Как в стандарте Где мы Жесткое здание Поставили И на него Дуем И там Смотрим Что происходит По датчикам Тут у нас Еще моделирование Было Когда мы Приводили Жесткость Каких-то материалов Приведенные Жесткость Самой конструкции Ставили Она немножко Еще шаталась Примерно С теми Герцами И примерно В таких Собственных Колебаниях Как она В расчете Получалась И соответственно Получали мы Уже давление И проверялись По цифре анализа С учетом Вот этих Положений Ну как бы Как оказалось Деньги были потрачены Не то чтобы Прям полезно Потому что Каких-то проблем Мы не нашли То есть там В принципе Все осталось В рамках В предельных рамках Если рядом Появится когда-то Там высотное здание Тогда конечно Ускорение Давления ветра Вырастет Так что Надо будет думать Еще раз Но на данном Моменте На мастер плане Москвы Такая ситуация Что нам В принципе Об этом думать Можно и не было Но мы тем не менее Сделаем эту Интересную работу Дальше В целом Обзор Конструктивных решений Которые То есть мы Геологию Посмотрели Аэродинамику Посмотрели То что у нас Нашние факторы Связывают И сейчас Переходим уже К внутренним Это соответственно Реконструкция С приспособлением Самих УКН УКН Объекты Культурного наследия Выбор Джетсвай Я расскажу Как мы к этому Подходили Потом Система усиления Существующих Конструкций Для сохранения В целом УКН Потом Выбор Свойного основания Под фундаменты Нового строительства И собственно Ножки Вот эти наши 37-мм Батальский Расскажу Про переходную Плиту Суперслаба И немножко Про пустотообразователей Собственно Под УКН Мы Пришли к выводу Для того Чтобы правильно Сделать Новое приспособление Нам нужны Новые подземные объемы Естественно Что сам по себе Даже если мы Не трогали УКН Нам пришлось бы Перепирать На новый фундамент Потому что При строительстве Настолько близко Нового объекта У нас просто От гляния котлована И прочих Неприятных вещей Они помогли Умереть Да Условно говоря Поэтому мы Выбирали усиление Но обычно На такие вещи Мини джеты Бисы Что мы тут Тоже рассматривали Но в силу того Что нам необходимо Устраивать Новый подземный объем Под этими Объектами Культурного наследия Мы в итоге Потом пришли К джетам На 800 мм Груноцементным С стальным сердечником Для того Чтобы можно было Нормально устроить Систему перепирания Надежно вывесить Все конструкции И потом Под ними проводить Работы Про самим Буронекционный Сваи Груноцементный Сваи Мини джет Я рассказывать Наверное не буду Я думаю Все примерно представляют Как технология С собой выглядит Сейчас немножко Именно про джет-сваи Которые мы делаем То есть здесь показано Как раз нижний объем Вот этой части Это все новое То есть мы должны Под этими стенами Выставить джет-сваи Потом их упереть в грунт Тут как раз показана Этапность этого Производства работ И соответственно После того Как мы джет-сваи Выстанавливаем Выполняем Мы начинаем Экскаваться грунта Потом делается Система переопирания Потом делаются Новые конструкции И соответственно Джет-сваи срубаются Потом все это Гидроизолируется И естественно Обратная засыпка И прочее Это вот достаточно Такая нетривиальная вещь Насколько я помню Из последних В Москве Гресс-2 Выставлялась По подобному типу Но там Фундаменты были Гораздо больше И гораздо глубже У них немножко Была проще ситуация У нас в связи с грунтами И в связи с тем Что фундамент Не настолько мощный У нас немножко Похуже ситуация Но в целом Все контролируемо И все в принципе Показало Своя жизнеспособность Полностью И расчетам И соответственно Сейчас так как мы Экскавацию делаем И на практике тоже Дальше в целом Про решение По усилению Существующей конструкции Особо не буду останавливаться Они достаточно стандартные Это обычные швеллера С системой распорок Из интересного Здесь своды Манье есть Которые также Нужно усилять Да вот они Нужно будет усилять То есть свод Манье Это обычные Условные рельсы Или там Бутавр Который там В начале 20 века был И соответственно Кирпичные своды по ним Все их надо сейчас Перепереть Потом их надо будет Переподвесить К новым перекрытиям Тоже отдельная история будет Из-за того Например интересно Это устройство Переопирания под сводами Вот они показаны В модели Они примыкают К трубе Вот этой И вот этой Они признаны Аварийными эти трубы С кренами Там с не очень Хорошим материалом Сейчас они стоят Уже на новых Стальных балках Раньше они стояли На немецких Клутаврах Порядка там 50-70 Марка у них Сейчас мы понимаем Что при производстве Как работают Около котлована И прочего Они достаточно уязвимы Мы приняли решение Что мы вот эти Трубы будем Внутри усилять То есть Засверивается Спиральная арматура Выставляется сетка Методом интеркретирования Создаются новые каркасы По сути Эти старые кирпичи Становятся привязаны К этому новому каркасу Ну и соответственно Период производства работ Здесь вся система Переопирания Тоже показана Дальше Мы уже переходим К своим подфундаментам У нас изначально Ну стояла задача Как у любого девелопера Не делать Не плодить Сущности Безнадости И не делать Лишней работы Для того чтобы Как-то нормально К этому подойти Естественно Просто по расчетам Мы понимали Что скорее всего Мы потратим Деньги лишние И мы пошли К тому Что начали проводить Испытания Разных видов свай Для того чтобы Определить наиболее Перспективные сваи И с ними уже Выйти на проектирование Было сделано Четыре опытных участка И было испытано Четыре разные технологии То есть это были Бурнобинные сваи С уширением В силу того что Сваи в целом Проходят слабые грунты И внизу у нас уже Более-менее нормальные глины Мы подумали Что давайте Лобовое сопротивление Увеличим К путем уширения пятки Потом был БНС Бурнобинные сваи В коржуги Размер слабых грунтов Устраивается Джественной установкой Грунт-цементный элемент Полтора метра И в нем уже Бурится БНС То есть у нас Боковое сопротивление По поверхности сваи Очень сильно вырастает Но свои особенности Технологические с БНС Следующее Это было просто В целом Обычная БНС Но просто С опережающим погружением Обсадной трубы В целом стандартно Ничего интересного И БНС Использован сборный Заводской сваи В виде сердечника То есть здесь После того как Устраивается Свая заливается Бетоном армирования Это все еще Загоняется сердечно К нее Для чего? Для того чтобы Те вибрации Которые обсадная труба Передает на грунт И тем самым Условно раздоплотняет Мы могли компенсировать Тем что обратно Разжимаем бетоном За счет того Что новый объем Даем в эту сваю После уже заливки бетоном Были выполнены Испытания всех Четырех вариантов И по итогам Этих испытаний Мы получили Что лучший вариант Это у нас получается Джет свая Джет элемент Свая с БНС Но в силу технологических Особенностей дороговизны Мы остановились на том Что мы будем Испытывать Обычные сваи И сваи с Железобетонным сердечником Там где у нас Не проходила Понесущая способность Обычная сваи Из интересного Здесь можно увидеть Что 1800 мм свая На четвертой площадке У нас тысяченный Диаметр Понес меньше Чем 800 То есть там Настолько Разные грунтовые условия Что буквально На одной площадке Две похожие В целом сваи Они совершенно По-разному себя ведут Также Останавливаемся На расчетах Изначально Труббетонные колонны Самое пристальное Внимание имели Со всех сторон Это были Расчеты Выполнены Как нами Так и Герцогом Миром Там внутренним Своей Так и Абексом Отдельно Привлекался Проект Но для того Чтобы В целом О них рассказывать Как по расчетам Давайте тогда Расскажу В целом Что она Себя представляет В целом Это Труббетон С трубой С 920 на 30 Сталь 345 Жесткое закрепление Внизу Жесткое закрепление Вверху Бетон Б60 Армирование 20-25-28 Мм Арматуры Два ряда Обычно С спиральными Соответственно Навивками Из арматуры А500 ТС Соответственно Расчеты Все проводились В физической Нелинейности Геометрической Нелинейности В разных Постановках По разным нормам Это были и наши нормы Которые во многом Как правильно Слизаны с ЕН Был чистый ЕН Были и АИС Американские То есть Проверки проходили По минимум По трем стандартам Потому что Мы все понимаем Что в целом Труббетонные колонны Труббетонные конструкции Особенно Достаточно На наш взгляд Ответственных элементов Здесь Они изучены Не совсем хорошо С точки зрения норматива Соответственно Мы Тремя минимум Компании Сводились Чтобы получить Те характеристики Чтобы мы могли Потом дальше Спокойно жить Отдельно Также С поставщиками Трубы На данные конструкции Мы проводили встречи Определяли характеристики Которые они могут гарантировать Здесь они Собственно представлены Все подтвердили В целом Что это достижимо Просто Ну грубо говоря 920 на 30 трубы Она не Ее нет в номенклатуре ГОСТов Которые мы можем заказать Ни в ГОСТов на нефтянку Ни в ГОСТов на стройку Под нас Просто будут делать Отдельные ТУшки Которые мы будем Трубу Получать И соответственно У нее будут примерно Вот такие вот Характеристики Как здесь переведены То есть это мы ограничиваем Долю серы Долю фосфора Ударную вязкость Очень сильно повышаем Чтобы потом себе Проблем не иметь С сваркой Сужение Тоже Для тех же целей Вводим Самые высокие Из возможных И соответственно Естественно Предельные Допустим Самые низкие Отклонения Которые возможны Трубы Потому что на 37 метров Это очень опасно Ну а дальше я показываю Примерно Какие мы ожидаем Проблемы То есть это Однозначно будет Разностенность трубы Однозначно погиб Эллипсности И прочее Это все нужно будет В организационно-технологической Документации В рамках работы С подрядчиками И монтажниками И изготовителями И лабораториями И технологами Это все увязывать И учитывать Соответственно Самая главная задача Наша здесь И сложность В том Чтобы на 37 метрах Обеспечить порог Ошибки 1 к 600 Которые Регументируются То есть у нас должна быть Ошибка 63,5 миллиметра На 37 метров Достаточно Нетривиальная задача Чтобы это все собрать Это все сварить Это все выставить И обеспечить Геометрию всего этого хозяйства Из бетона То что нам Интересно Нас ждет В принципе Это достаточно Стандартно Будет выбираться Специальная смесь Специальная рецептура Из интересного Это либо метод Вертикальной погружной трубы Либо метод Когда мы будем снизу Закачивать бетон На всю высоту Сразу То есть сначала Все трубы собрали Сварили А потом снизу Этот бетон подали Пока еще не определились Но вот работаем С подрядчиком И кому как будет удобнее Сейчас будем выбирать метод По самому супер слепу По самому супер слепу В целом Это легкая Ажурная Прямо скажем Конструкция Из трубы Весьма небольших Сечений То есть я обычно Такие трубы вижу На покрытиях Производственных зданий 120 на 100 Из толщиной стенки От 5 до 8 Сверху Снизу У нее Идут Железобетонные плиты Сверху Они ставятся На статболты 25 мм Которые привариваются Снизу Они ставят На специальный упор Эти плиты Крепятся По периметру Здесь можно увидеть Балки Двутавровые Которые у нас Крепят Консольные части При перекрытии И соответственно Узлы Которые мы здесь Берем Сейчас можно видеть Что они практически Все на Часть какая-то На условных накладках А большая часть Идет вот именно В таком сечении Когда у нас сланцы То есть это Огромные требования К точности сборки И монтажа Изготовления Сборки и монтажа По жестким узлам Присоединения Колонны Здесь можно видеть Здесь используются Стальные листы 20-25 миллиметров Естественно Там полный провар Практически везде Естественно Почти 100% УЗК И напоследок Тогда расскажу Еще об оставшихся Таких интересных вещах У нас есть толстые плиты На этажах Порядка 360 миллиметров Куда мы вставляем 360 миллиметров Постотообразовать Для того чтобы Сохраняя несущую способность Плиты Облегчить Собственной вес И облегчить Суперслэп И труб бетон На шоколон Ну собственно На этом все Спасибо за внимание Если есть вопросы Пожалуйста Спасибо большое Пожалуйста У кого есть вопросы Да Нина Александровна Пожалуйста Микрофон Включите только Скажите пожалуйста Вот вы показывали Смоделированный Комплекс И испытания В аэродинамической трубе А каким образом Модель была выполнена Это 3D? Принтер? По-разному Где-то 3D принтер Где-то просто руками Собраны Из разных Кусков Как удобно Печатать это Прямо необходимости Нет Можно С другими А материалы Каким образом Характеристики Материалы Учитывали? Да конечно Они учились Особенно упругу Подобные постановки Материалы подбирались Таким образом Чтобы уменьшенная модель По приведенной жесткости Соответствовала Общей модели То есть Они там раз Там дюраль Есть Это очень непростая задача Очень непростая Мы сейчас Вот на такой высоте Объектов Мы впервые Его применяем Мы уже проходили Это с One Tower Тоже в Москва-Сити 400 метров Башни Мы тоже Ее считали Мы ее тоже Продували В упругоподобной Постановке Чтобы учесть Все возможные Аэродинамические Неприятные Эффекты И второй вопрос Можно? Вы сказали Что у вас был Иностранный партнер По части Только архитектурная Или конструкция Они разрабатывают Герцог Домирон Герцог Домирон Конечно Архитектурная концепция Да Только архитектура Если мы говорим Про проектировщиков Да Это архитектурная концепция А у вас продолжаются Контакты? Ну как Они ушли Из России Нет Но если говорить В целом Про объекты Ну конечно У нас российского Тут бетон Сталь Понятное дело Наша Оборудование Не наше Практически В массе В свое основное Стекло Какие-то отделочные материалы Тоже есть наши Труба наша Труба, да Труба у нас Кстати мировой Просто класс То есть они Действительно очень хорошие Мы можем себе Позвольте На самом деле Спецзаказ Тут условно Здесь нет Какой-то прям Суперсложности Чтобы они не могли Выпустить Это условно Мы проговаривали До 50 миллиметров В целом На тех же самых машинах Без какой-то Серьезной перенастройки Все выполняется Уральский завод Здешний В Икса И Северсталь Два основных Ну там есть еще И Жорсткий Тоже под Северсталь Еще есть там Пара заводов На Урале Но основные два Вот пока эти Спасибо Очень интересный доклад Очень интересный объект Увидел на модели Получается Что та часть здания Которая опирается На вот эти Так называемые Ножки из трехбетона Там нет Получается Речь лифтовых узлов То есть доступ Через какую-то Другую секцию Происходит Нет Нет Все есть Там стоят Лифтовые узлы Их может быть Просто не видно Сейчас я Можно Подлистать Назад На конструктивные Действительно нету Потому что Они просто подвешатся Они как несущие Элементы Но если смотреть 3D модель Какое-то не дает Получается Нет Они просто висят Есть 3D модель Смотреть Сейчас Вот тут можно Видеть Здесь такие Толстые Элементы Это как раз Стволы лифтов И стволы лестницы А просто на рендерах Тоже не видно Они зеркальные Какие-то там Панели Стекло В чистом виде А стекло Ну может быть Тут Ну да Не очень видно Не очень видно Но там просто стекло И лестница Там Двутавра Ядро В виде двутавра И вокруг него Начинает видеться Лестница Спасибо Какие-то вопросы Огромное спасибо Второй раз Я слушаю Ваш доклад Удовольствие Он каждый раз Разный Но такой же Интересный Скажите пожалуйста А на какой Вы еще секции Будете выступать И когда В пользу случаем Я соответственно Всех приглашаю Завтра в зал 3-4 16-30 Это секция Объектная Будет посвящена Именно Бадаевскому Там будет присутствовать Достаточно большое Количество исполнителей Кто делал Непосредственно Расчеты Будет Крыловский Центр Кто делал Аэродинамику И они соответственно По данному Отдельному Объекту Будут представлять Свою работу Спасибо Мы переходим дальше И слово Предоставляется Опоздавшему Павлу Павловичу Постушкову И он Выступит Сообщением Влияние Эксплуатационных Условий На Теплотехнические Показатели Теплоизоляционных Материалов Тема Очень важная С течением Времени Те Характеристики В частности Теплопроводность Которую Мы получаем На Свежем Только что Выпущенном Материале Меняется А поскольку У нас дома Стоят Больше 50 лет То естественно Важно А что же Будет Через 20 лет Какая Теплозащита Наружных Ограждений У нас будет С использованием Этих Материалов Единственное Что я Преднамеренно Дала Возможность Александру Чуть дольше Выступить Поэтому Павел Я вас прошу Так Немножечко Уложитесь В 10-12 минут Я постараюсь Так 15 Рассчитывал Хорошо Вот Постараюсь Вы быстро Очень говорите Поэтому Это ясно Ну Как Сказала Мин Павловна Моделирование Общих условий Эксплуатации Основных Видов Теплозащитных Материалов Основных Видов Конструкции Это одна Из Таких Главных Задач Которые Следуются В НИИ Строительной Физики И в частности В лаборатории Строительной Теплофизики И вот Для начала Я показал Новый стенд О некоторых Новых стендах Рассказал Нина Павловна В своем выступлении Здесь Мы сделали Целый павильон За последние Два года Здесь Его фасадная Часть И Цветопрозрачная Но С обратной стороны Которая обращена К СНИП Мы Хотим Смоделировать В основные Виды Огрождающей Конструкции Фасадных Систем Применяемых Сейчас В современном Строительстве И Провести Моделирование Разных Разных Условий Эксплуатации Для разных Типов Этипуляционных Материалов Уже Сделаны Основания Для этой Стены Я обязательно Когда мы Завершим В своих Выступлениях Буду показывать Именно ту Рабочую Часть Там Уже Заложена У нас Стена Из Газобетона В принципе Всей номенклатуры Плотностей Которые Сейчас Выпускаются 300 400 500 600 Из Паризованной Керамики Ну Там Разные Есть Задачи С точки Зрения Влажности С точки Зрения Влияния Воздушной Прослойки С точки Зрения Воздухопроницаемости Разных Типов Этипуляционных Материалов Это Для затравки То Что Будет В скором Будущем По этой Теме Исследоваться Но Из того Что Сейчас Уже Работает Из того Что Мы Развиваем Основной Документ По Теплодовой Защите По Энергоэффективности СП50 Да Который Как Уже Сегодня Сказали Из этого Списка Как и Подавляющее Большинство Выпало Но При этом Разумеется Как бы Проектировщики Его Придерживаются И будут Придерживаться Потому что Вот Тут Такое Мнение Есть Что Ну Если Даже Это Не будет Почему-то Проверять Экспертизы Да Потому что Нет Этого Списка Обязательных Стандартов То Все равно Каким-то Образом Страховаться Застройщики Должны И Как бы На каком-то Другом Уровне Просто Это Будет Эти Документы Проверяться Вот Значит В него Изменение Номер Один Которое Было В Семнадцатом Году Сопределение Теплопередачи Однородной Части Конструкции Мы внесли Коэффициент Условия Эксплуатации Слова Материала Вот Игрик Огла Я хотел Отметить Его Вот Который Учитывает Значит Элемент Конструкции В котором Теплодиционный Материал Работает Ну и Специфичные Условия О нем Расскажу Чуть позже Собственно Но вначале Самое важное Влияние Все-таки На Теплодиционные Свойства Теплодиционных Материалов Разумеется Оказывает Эксплуатационная Влажность В конструкции Она То есть Подчеркну Что вот Этот коэффициент Это разные Специфические Условия Эксплуатации А Эксплуатационная Влажность Она входит В расчетную Теплопроводность Об этом Тоже Сегодня Владимир Николаевич Сказал О стандарте На этот счет Он Наконец-то Вышел В 2022 Году Вообще Эта методика Нами Разработана И входит В СП-345 Проектирован Тепло И защита Зданий Но Несмотря На все Так сказать Противоборства Разных Значит Коллег Из Конкурирующих Технических Комитетов Все-таки Стандарт В 2022 Году С 1 мая Вступил В действие Конструкция Ограждающая Здание Метод Теплотехнических Показательств Теплодиционных Материалов И дели При эксплуатационных Условиях Основится Он На Очень С одной Стороны Простон Но При этом И сложном Как бы Механизме Влияние Влажности Эксплуатационной Влажности На теплопроводность А конкретно На Таком Линейном Представлении Влажности Зависимости Теплопроводности От влажности Доказанном Многократно Экспериментально И в классических Работах Там И в советских И в зарубежных Работах Очень важно Подчеркнуть Что Это Зависимость Такая Линейная Квази Линейная Она Работает В такой Сорбционной Зоне То есть Действительно В той зоне В которой И может быть Влажность В конструкции Если Когда мы Говорим О каких-то Критических Значениях Влажности Когда Переувлажнена Конструкция Когда уже Это Аварийное Состояние То там Уже Будет Нарушена Эта Линейная Зависимость Но она И не должна Быть Интересна То есть Это Не тот Случай Когда В реальности Работает Конструкция Собственно Зависимость Линейная Записывается Следующим Образом Если Есть Такое Математическое Учение Когда мы Теплопроводность В сухом Состоянии Выносим За скобки То В скобках Остается Отношение Превращение Теплопроводности На 1% Влажности К теплопроводности В сухом Состоянии Доказано И Нами Показано В ряде работ Что Вот Это Отношение Оно Для Типа Материалов Постоянное Оно Табличное И Собственно Весь Прием Осводится К тому Что В рамках Разработки Этого Стандарта Нами Испытаны Сотни Марок Материалов И Обобщены Эти Коэффициенты Теплотехнического Качества КТК И Приведены В табличном Виде И Соответственно Чтобы Грамотно Определить Теплопроводность В условиях Эксплуатации Нужно Взять Только Влажность А Либо Влажность Б Из СП-50 Они Указаны Там Таблично Взять Вот Это КТК Тоже Табличное Значение Из ГОСТа И Остается Задача Только Грамотно Определить Теплопроводность Сухом Стоянии То есть В этой Методике Осталось Минимум Таких Возможностей Для Как бы Сказать Манипуляции Вот Этими Показателями То есть Правильно Определить Теплопроводность Сухом Стоянии И уже Расчетом Получить Теплопроводность В условиях Эксплуатации Он Вышел Ну тут Просто Сведены В таблицу Такие Разбросы Значения Теплопроводности Сухом Состоянии И Для Основных Видов Теплопроводных Материалов Я на Прошлом Нашем Форуме Тоже В рамках Нашей В основном Встречается Вот И Коэффициент Теплотехнического Качества Да Вот Здесь Таблицы Приведены Собственно Вот Когда мы Определили Теплопроводность Сухом Состоянии Когда мы Определили Коэффициент Теплотехнического Качества Задачей Является Выбрать Влажность Условия Эксплуатации Влажность А и Влажность Б Такие Условные Как В СП-50 Это дается Собственно Нами Разработано Тоже Методическое Пособие По назначению Расчетности Теплотехнических Показателей Строительных Материалов Изделий Он В свободном Доступе Этот документ Есть на сайте Фауфцес В 2019 Году Мы сделали Его Там Один из Разделов Посвящен Собственно Если Материал Новый То Как Для него Определить Эту Влажность А и Влажность Б Это важный Такой Показатель Потому Что Для Классических Материалов Собственно Они Есть В СП-50 Ну Вот По этой Методике Да Вот Только За последние Три Года Наверное Нами Определены Влажности Значит В условиях Эксплуатации Для Автоклавного Газбетона Основного Синового Материала Сейчас В современном Среди России Да Вот Потому Что Те Влажности Которые Были Указаны Раньше Относились Все-таки К Автоклавному Газбетону Другого Сырья Да Сейчас Вот Значение Составляет 4,6% Соответственно Раньше Кстати Было 8,12% То есть По сути В два Рада Сократилось Но Это Обобщением Натурных Экспериментов Там На Десятках Видов Конструкций И Еще Численного Эксперимента На Метод У нас Есть Отдельный Гост Начисленный Эксперимент В этой Части И Вот В этом Году Закончится Работа По Теплоизационного Материала Который В основном В кровлях Используется Для него Эти значения Составили 2,3% Это Просто Результаты Последних Работ Собственно Исходя Из этого Из-за Определения Тепловорон Сухом Стоянии Коэффициент Теплотехнического Качества И Расчетной Влажности А и Б Нами Обновлены Полностью Обновлены Данные В СП-50 В части Теплоризационных Материалов И вот Таблица Т Прошу Особенно Проектировщика Когда пользуются Чтобы Обращали Внимание Если даже В электронном Виде Пользуются СП-50 Чтобы это Была Измененная С изменением Номер 2 Редакция Потому что Данные Действительно Актуальные Данные Отражают Ту номенклатуру Материалов Который Сейчас Выпускается Это И Пенопластирол Блочный Экструзионный Будут Разные Эксклюзивные Материалы Даже В том числе Пенополизационный Синтетический Каучук Прежде всего Самый Основной Материал Каменная Вата Стеклянная Вата Виды Минеральной Ваты Ну и Отдельный Раздел Посвящен Современному И честному Бетону Автоклавного Твердения С уже С новыми Влажностями Тут я говорю Про теплопроводность Про влажность Но еще Отдельно Обновлено Важный Показатель Паропроницаемость Которая Нужна Для расчета Влажностного Режима Собственно Это Основной Фактор Влияющий На изменение Теплотехнических Показателей В процессе Эксплуатации А из Таких Экстравагантных Необычных У нас С нами Был Создан Такой Стенд На базе Нашего Акустического Корпуса Нестру физики В свое время Проведен ряд работ Когда мы моделировали Влияние разных Эксплуатационных Условий В заглубленных Конструкциях Вентилируемые Прослойки Сейчас мы Новый павильон Который вначале Показывал Мы Эту работу Только расширяем На более Таком Большом масштабе Это сам корпус Это Как выглядели Из разных Типов Материалов Конструкции Штукатурный Фасад Вентфасад Небольшой Стендик Сделали Ряд Работ Описан В том числе Это еще До этого Появились Нами Разработаны Немножечко Закрубляет Да Я уже Близок Два вида Стандартов На минераловатные Изделия И на полимерные Материал Изделия Минераловатный Типовизационный Методопределение Срок эффективной Эксплуатации И то же самое Для полимерной Изоляции Собственно Там описана Методика Как Можно Моделировать Условия эксплуатации И смотреть Как меняются Типлотехнические Показатели Этих материалов В процессе То есть Это не просто Влияние Влажности На изменения А это Еще и Структурные Изменения В материале Которые Также За собой Влекут Изменения Теплотехнических Показателей Вот как Ведут Эти испытания Как меняется Термическое Сопротивление Слоя Теплоизоляции За 100 условных Лет Собственно По результатам Этих стандартов Кроме Этих стандартов Они Вылились В то Что в изменении Номер 1 КСП 345 Проектирован Тепловой Защитой Изданий Вот Описаны Методики Расчета Коэффициента Условия Эксплуатации Дано Приближенное Значение 0,9 Для этих Видов Для таких Видов Материалов В кровлях Сфотокасла Истокладках А здесь В конструкциях Контактирующих С грунтом И заглубленных Конструкциях То есть Грубо говоря Кроме влияния Влажности Есть еще И изменения Которые К концу Срока Эксплуатации Повлияют На изменение Сопширения Теплопередачи Однородной Части Конструкции Вот его Можно применять Чтобы Понимать Что будет К концу Срока Эксплуатации Ну и Вот Такой Специфический Фактор Для Вентилируемых Фасадов С воздушной Прослойкой Характерна Эта эмиссия Волокон Вынос Волокна Под действием Восходящего Потока воздуха И как меняется Термическое Сопротивление Слоя Утеплителя Из-за этого Выноса Нами разработан Ну это вот Как кстати Это приближено В микроскопе Как волокно На самом деле Колеблется Под воздействием Воздуха Нами разработан В свое время Стандарт На расчет Коэффициента Эмиссии Волокон В этом году В августе Уже вышло Изменение К нему Вот мы в прошлом году Его разрабатывали Вот я посмотрел Сегодня 26 августа Он уступил в силу Изменение В части Там Довнесено Расчет Значит Вот этой Дельта Термического Сопротивления За счет Эмиссии Волокон И итогом Является То что В изменении Номер 2 К СП-345 Который в этом году Сдается Будет Коэффициент Условий Эксплуатации Для минералатных Теплодизационных Материалов НФС Вот он указан В последней строчке В целом Только этот фактор Привносит К концу срока Эксплуатации Немного Но 5% Он привносит Ну и все Это вот Там специфический Фактор Воздухопроницаемость Это будет изучаться Это так сказать На будущее У нас есть ГОСТ Но как это влияет На теплотехнику Это отдельно И это вот набор ГОСТов Который за последние годы Нами разработан В этой части Все Спасибо большое Есть какие-то вопросы К Павлу? В кулуарах Можно Пожалуйста Можно в кулуарах Но что я хочу сказать Вот Все те Теоретические Как бы Исследования Которые проводятся У нас в институте Мы их Как бы Дублируем Экспериментальными Исследованиями Вот Экспериментальный Павильон Мы построили В котором Заложили В частности В Кровле 12 Варианты В различных Конструкций Различных Теплоизоляционных Материалов Различное Гидроизоляционное Покрытие Различные Светопрозрачные Конструкции Которые Мы можем Мониторить В течение Длительного Времени В условиях Эксплуатации Города Москвы Ну и вот На наших зданиях Мы постоянно Устраиваем Монтируем Элементы Конструкции В течение Трех Четырех Пяти лет У нас идут Мониторинг Мы наблюдаем За состоянием Различных Элементов То есть Все Что у нас Теоретически И в ГОСТах Есть Все это Как бы Подтвердено В результате Достаточно Серьезной Экспериментальной Работы Павел Спасибо вам большое Спасибо А вопросы Я же Справь Предложила Нина Александровна Единственное У нас полчаса Осталось Поэтому Я быстро Модная тема Это Жизненный Цикл Объектов На сколько Лет Мы можем Гарантировать Тепотехнические Характеристики Материала Да Хороший Хороший вопрос Да В целом Ну Есть некая Тенденция Что все Производители Стремятся На 50 лет Рассчитать Вот Это Ну Сопоставимо Вот так Вышло Тоже Можно понять С Такой Очень Средней Рабочей Жизни Человека Так сказать Ну Не общей Жизни Да Вот Но В целом Есть ряд Нормативных документов Именно к теплоизоляционным Слоям Которые Описывают До 20 лет И потом Текущий ремонт В общем Вот Но Все производители Конечно Стремятся Под этим Заветным 50 годам 20 Это то Что как бы Минимум Должно быть По нормативам А 50 Это к чему Стремятся Вот так Наверное И за это время Должны быть Обеспечены Расчетные Параметры Этого материала Когда система Отопления Будет обеспечивать Нужную Микроклим Нужные параметры Ага Так Спасибо большое Если к Павлу Будут вопросы Еще После секции Подойдите Пожалуйста Ну А сейчас Я хочу Представить Молодым Слово Молодым Сотрудникам Нашего Института Это Гарбер Евгения Олеговна Которая Выступит С докладом Численное Моделирование Динамического Воздействия От метрополитена Мелкого Заложения На городскую Застройку Это Та проблема От которой Мы Очень Очень Сильно Страдаем Пожалуйста Жень Здравствуйте Транспортная Инфраструктура Мегаполисов Практически Невозможна Без такого Вида Массового Без такого Вида Транспорта Как Метрополитен Которая Позволяет Обеспечить Наиболее Интенсивный Пассажирпоток То есть У нас есть Некоторая Единая Маршрутная Сеть Регулярного Сообщения Для Пассажиров Необходимо Развитие Транспортной Сети То есть В данном Случае Мы Рассматриваем Метрополитен Возможно Три Расчетные Ситуации Когда Есть Допустим Проектируемая Линия Метро И существующая Застройка Или Проектируемая Линия Метро Проектируемое Здание Или Уже Существующая Линия Метро И существующие Здания Сружения В третьем Случае Прогноз Вибрации Не нужен Мы просто Можем Измерить На объекте И уже Сравнить С предельно Допустимыми Значениями Однако В первых Двух Ситуациях Необходимо Произвести Прогнозирование Вибрации И структурного Шума Вибрационное Воздействие От Метрополитена Передается Через Лотковую Часть На Обделку Туннеля Затем Через Грунт Передается На Конструкции Фундамента И дальше Уже На Несущий Каркас Что Вызывает Негативные Сказывается На Характеристиках Каркаса Так И на Санитарно-гигиенические Условия Нахождения Людей Скажу Немного О нормировании Требования К нормированной Вибрации По Санпину Содержат Допустимые Значения Виброускорения Однако По 465 СП Метрополитен Защита От Вибрации Нормирование Проводится В Виброскоростях Здесь В дальнейшем Я буду Использовать Термин Виброскорости А Пересчет Вы Видите Формулы Пересчет Вы Видите На Слайде Как Вообще Оценивается Значение Виброскорости То есть Сначала Вычисляется Скорость Вот Здесь В На Лотковой Части Пути И Затем Через Передаточные Коэффициенты Каждый Из которых Вот По ОСП Отвечает За свою Функцию Допустим Катрейнс Отвечает За одновременный Проход Поезд По Линии Или Допустим Кэдж Наличие Или отсутствие Систем Виброизоляции И Путем Домножения На эти Передаточные Коэффициенты Мы получаем Уже Значение Виброскорости Которые Сравниваем С предельно Допустимыми Значениями Саму Скорость Мы можем На лотковой Части Пути Мы можем Определить Двумя Методами То есть В идеале Нужно Измерить На объекте Но не всегда Мы можем Это сделать Не всегда Есть доступ И в таком Случае Данная Скорость Вычисляется По СП Коэффициентам Данный Доклад Можно Определить Аналитически Вот В прошлом году Коллега Который Будет Уступать Следующему Посвящал Доклад И Можно Также Произвести Численное Моделирование Задачи И Определить Данный Коэффициент Численное Моделирование Лучше Точнее Немного Чем Аналитический Расчет Тем Что Если Мы Посмотрим На Коэффициенты Передаточные Вот Этот К Он Отвечает За Передачу Вибраций С грунта На фундамент Здания Однако Он Не учитывает Тип Фундамента Свайный И Возможные Коммуникации Которые Проходят То есть Возможное Отражение Волм Однако Когда Мы Моделируем Задачу Мы Учитываем Все Эти Факторы И Уже В дальнейшем Получаем Более Точные Передачные Коэффициенты Переходим Уже К Построению Модели Данная Модель Была Выполнена В 2D Постановке В программе Плаксис Здесь Для удобства Я Обозначила Тоннель Номер 1 И номер 2 Был Произведен Статийный Расчет Все Стадии Не буду Задерживаться Они Показаны На Слайде Смысл Задачи Состоит В том Что Прикладываются К лотковой Части Вибрационное Динамическое Воздействие В зависимости От Среднегиометрической Октавной Частоты У нас Полоса Октавной Частоты Допустим Вот Здесь Будут Показаны 31,5 Герц Это У нас Есть Октавная Частота Нижняя Верхняя Граница И Среднегиометрическая Частота В зависимости От нее Строится Данная Модель Стадии Тоже Показаны Ниже Как Проводился Расчет И Учитывалось Три Расчетных Случая Когда Поезд Проходит Только По первому Тоннелю Когда Он Проходит Только По второму Тоннелю И Одновременно По первому И второму Это Позволяет Учесть Наибольшее Количество Ситуаций И Более Точно Получить Передачные Коэффициенты Модель Крунта Использовалась Мора Кулона С Пересчетом Модуля Деформации Коэффициента Пуассона В зависимости От скоростей Продольных Поперечных Волн Здесь Стоит Сказать Что Динамические Характеристики Отличаются От статических Модуль Деформации Динамический Он Намного Выше И Необходимо Получить Либо Эти Скорости Продольных Поперечных Волн Или По данным ИГИ Или Так как В принципе Эти Данные Достаточно Редко Встречаются То Есть Табличка В зависимости От Типа Грунта И его Плотности Можно Интерполяться И получить Скорости Продольных Поперечных Волн Модель Морокулона Использовалась Из-за Того Что Вибрационное Воздействие Работает На Малых Деформациях То есть Вот В исследовании Здесь Показано Что Преобладающий Характер Деформирования Грунта Упругий Поэтому Здесь Мы Можем Использовать Модель Морокулона Затем Модель Не является Как бы Волна Идет И она Распространяется До бесконечности Однако Модель Все-таки Имеет Какие-то Свои Границы И Нужно Учитывать Отражение Волн От Граничных Поверхностей В данном Случае Используются Вязкие Границы Вязкие Границы Поглачают Энергию Выходящих Волн То есть Ставятся По Модели По Границе Модели Демпферы Работающие В нормальном И Тангенциальном Направлении Они Гасят Они Гасят Под Прямым Углом Волны Затем Переходим К результатам Здесь Показаны Перемещения От одновременного Воздействия Тоннеля Первого И второго На частоте Которые Я говорила Ранее И Виброскорости И затем Что В результате Мы должны Получить Мы должны Получить Коэффициенты Передачи Какие Коэффициенты Передачи Указано Слева Здесь Было Два Корпуса Девятый И восьмой Поэтому Как бы Два раза Больше Чем нужно И Пиковое Значение Скоростей Графики Были Данные Вытянуты С модели И мы Можем Смотреть На Характер На Амплитуды Скоростей Что Наибольшие Скорости Располагаются На Лотковой Части Затем Скорости Меньше На Обделке Тоннеля И Уже Затем На Поверхности Грунта И на Фундаменте Самое Малое Значение Далее Пересчитывается Считается Коэффициент Передачи И Домножается На Скорость На Скорость На Лотковой Части Пути Получается Численное Моделирование Учитывает Конструкцию Фундамента И Стену Крунте Если Она Присутствует И Позволяет Более Точно Учитывать Все Виды Воздействия Отражения Волн В отличие От Аналитического Метода Спасибо За Мин Спасибо Большое Какие Будут Вопросы К Евгении Нет Вопросов Спасибо Большое Мне кажется Это Такая Есть Вопросы Просто Это Настолько Узкая Садитесь Жень Настолько Узкая Специфичная Тема И Каждый раз Когда я Смотрю Какие Симпатичные Молодые Девушки Приходят К нам В институт И Занимаются Такими Сложными Вопросами Передаточные Числа И так Далее Это Меня вызывает Искреннее Восхищение Ну а сейчас Я хочу Предоставить Слово Еще одному Нашему Молодому Сотруднику Это Давид Малов Тема Его выступления Расчет Расчет Эффективности Глушения Шума ГТУ С применением Методов Вычислительной Газовой Механики Ну в отличие От Жени У которой Сегодня Можно было Сказать Дебют И первое Такое Выступление На Вне Москвы То Давид Человек Более Опытный Поэтому Давид Я вас Прошу 10-12 Минут Уложитесь Да Постараемся Уложиться Сегодня Хотел бы Рассказать Про Тему Шумоглушения В газотурбинных Установках Или же ГТУ Будем дальше Так их называть Тема На самом деле Не новая Но вот Именно Чаще всего Встречается В энергетике А мы Все-таки Занимаемся Средой Обитания Человека И Так как Вот В данное Время Активно Развиваются И Мобильные Мини ГТУ То есть Мощностью От 20 Киловатт В отличие От сотен Мегаватт Которые Используются В электростанциях Где есть Огромная Зона Отчуждения До Городской Застройки Данные Агрегаты Используются В основном В районах Либо как Резервные Источники Питания Теплоэлектроцентрали Каких-то Котельных Либо В районах Где Собственно Какие-то Есть проблемы С теплом И энергией Потому что Именно ГТУ Очень Хорошо Вырабатывает Не только Электроэнергию Но и Больше Даже Тепло Которое Доходит До потребителей И Самый важный Минут Что эти Небольшие Установки Обладают Не сильно Меньшими Уровнями Звука Чем Их Старшие Собратья Но Располагаются Гораза ближе К живой Застройке И Этот момент Тоже Необходимо Учесть Вот В нашем Случае Была Такая Задача Прошу 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 За фотографии Просто Лично Объекте Быть Не Получилось Это Было Прогнозирование То есть Здание Котельное Имеется И Будет Установиться Там 200 кВт ГТУ В качестве Резервного Источника До Ближайшего Здания Вот Которое На Фотографии Порядка Вот 30 метров Буквально Вот И Решетки Воздухозабора И Вот Выхлопа Самой Газотурбин Установки Вот Принципиальная Схема Получается Вот Здесь Как раз Будет Решетка Вентиляции Через Который Зайдет Забор Воздуха Часть Воздуха Идет На Охлаждение Внутри Шумозащитного Кожуха Установки И Часть Непосредственно На Питание На Вход Воздуха Для Газотурбин Установки Так Это По сути Как Такой Турбореактивный Двигатель На самом Деле И Дальше Идет Выхлопная Система И Соответственно Что Отсюда Через Установку Идет Шум В атмосферу Что Через Выхлопной Тракт Так же Ну и Установки Соответственно Есть Какие-то Свои Требования К Потерям В системе И так Далее Дальше О них Подробнее Расскажу Вот Собственно Сама Установка Обычно Для Как бы Такого Более Точного Прогнозирования Было решено Провести Натурные Измерения Уже На заводе Производителя Было Огромное Выбрано Количество Точек Измерений В соответствии С отраслевым Стандартом Достаточно Старым Вот Газпром Единственное Что-то Начинает Делать Подобные Стандарты Но Пока Очень мало Таких Именно Стандартов Для измерения Характеристик Таких Установок Собственно Вот Был Выезд На завод Изготовитель Там Стояла Установка Аналог Сейчас Возможно Будет Немножко Громко Звука Нет В общем То Проводились Измерения Как раз Выхлопнового Тракта И Всасывающего Устройства Цель Определения Вот Характеристик Для Дальнейшего Прогноза Сам Прогноз Тоже Как таковых Методик Нет Есть старые СНИПы Есть Методические Указания То есть Это Грубо говоря Было все Придумано Как это Делать Для Глушителя Нужно Подобрать То есть Мы Что-то Защищаем В данном Случа Это Жилое Здание Мы Брали Нормы По СП 51 И по Санпину Они Там Абсолютно Одинаковые То есть Это Непосредственно Норм Перед Окнами Жилых Зданий И Собственно Проводился Расчет Так У нас Уровни Звука Измерены На выходе Из установки Но есть Еще и Система Трактов Там С фильтрами Поворотами И прочими делами Где теряется Звук И чтобы мы Не считали Сильно в запас Могли удешевить Что-то То есть Мы посчитали Потери звука На каждом Элементе Там На воронке На фильтре Воздухообработки На всех Поворотах И соответственно Вычислили уже Дальше Влияние На распространение Шума в атмосфере С учетом всех Факторов Направленности И выявили Конкретно Уже Требования Для глушителя По И в данном случае Для воздухозабора Но и Также Также было Рассчитано Для выхлопа Собственно Когда эти значения Были рассчитаны Вот в программе Армакустика Для анализа Получились уровни У здания Там порядка 75 децибел А Корректированных Там При норме 45 в ночное время То есть Большие Достаточно Превышения И были Вот разработаны Для Входного Тракта Получается Два Пластинчатых Глушителя С требуемой Эффективностью И Соответственно Для Выхлопного Тракта Тоже был Именно Разработан То есть Не взят А именно Придуман Глушитель С требуемой Эффективностью Который Будет устанавливаться На этот тракт Соответственно Вот наша Система И на входном Тракте Вместе Забора Один Пластинчатый Глушитель Перед фильтрами И один Прямо Перед вентиляцией Потому что Часть воздуха Идет напрямую Вот в кожух Обходя Именно Всасывающее Устройство И Также На системе Вот Отработанных Газов Тоже Которая Вот Выходит Был Установлен На пути Там Глушитель Длиной Порядка Трех С половиной Четырех Метров И Вот После установки Глушителей Результат Будет Примерно Такой То есть Там Уровни Уже До Сорока ДБА Снизились Что Запасно Даже Соответствует СП-51 И Санпин Но Помимо Того Что У нас Есть Шумоглушение Нам Нужно Также Не Задушить Грубо говоря Установку Газотурбина Потому Что Все Эти Дополнительные Элементы Сдают Потери Давления В системе Для Этого Собственно Было Решение Провести СЕВД Расчет То есть Газодинамический Анализ И Была Сделана По-рабочему Названа Инверсионная Модель То есть Это Не модель Самого Тракта Конструкций А модель Того Пространства Воздуха Так как Мы Именно Его Считаем Поток Воздуха То есть Это Пространство Воздуха Которое Находится Внутри Тракта А не Сама Конструкция То есть Все это Как Инвертировано Было И Дальше Уже Проводился Получается Конечный Элементный Анализ Вот СЕВД Расчет Получались Скорость Потока Данные Также По потерям Соответственно Вот Как Эти Потоки Обтекают Эти Глушители В данном Суть Ускоряются Также Еще Было Важно Отметить Что Пластичные Глушители Начинают Хуже Работать При Скорости Потока Больше 15 Обеспечили Примерно 12-13 Метров Секунду В этом Месте Проход Воздуха И Также Для Ну Вот Собственно Эти Сами Потоки Воздуха Проходят И То же самое Собственно Было Сделано Для Выхлопного Трака То есть Как Работают Здесь Завихрители Поток Завихряется На Абсорбционный Материал Гасится И так Далее Подобный Расчет Был проведен И В заключении Получается Так как Мы уже Говорили У нас Есть Требования По Шумоизоляции И Требования По Потерям Давления В системе Соответственно У нас Как раз Для этого Севд Расчет Использовался Получается Требования У нас Потери Были 70 Миллиметров Высты Водного Столба Или Что 8 Паскалей Вот Именно В системе С Пластинчатыми Глушителями То есть Это требование Было Как Всасывающее Устройство Получились Потери 97 Паскалей Плюс Сам Еще Фильтр Здесь Находился Его Замоделировать Не получилось Из-за Очень Маленькой Сетки Которую Пришлось Делать То есть На такое Пока Не было Смысла Тратиться Мы и так Знаем Его Потери Там 220 250 Паскалей И Соответственно При требовании Без Применения Глушителей Собственно У нас Уровня Были 70 ДБ После Применения Таких Глушителей Уровень Стали 40 Около 40 ДБ И Тест Соблюдали Все условия Санпина И СП Все Спасибо Большое Какие вопросы К Давиду То есть У вас Получилось И овцы Сыты И волки Целы Ну Грубо говоря Да Потому что Обычно Занимаются Чем-то Одним И бывает Часто Ущерб Другому Это Получается В данном Случа Была Просьба Сделать Более-менее Комплексную Такую Работу И Подобрать Именно Оптимальные Параметры Всех Устроить Чтобы Все Работало Надежно Вот Давид Спасибо Большое Мне еще раз Хочется сказать Обратить Внимание На нашу Молодежь Которая Ведет Очень Достойную Серьезную Работу Которая Очень Востребована На Большом Количестве Объектов Города Москвы Спасибо Давид Ну И еще У нас Остался Последний Доклад Его Сделает Нина Александровна Бузала Профессор Южно-Российской Государственного Политехнического Университета Имени Платова Я бы сказала Университета Который Сегодня Вчера Я скажу Я скажу Хорошо Значит Тема доклада Информационное Моделирование Инфраструктуры Городских Объектов Добрый день Я представляю Ныне Называется Южно-Российский Государственный Политехнический Университет Имени Матвея Ивановича Платова А вообще Так говоря Он в широкой Публике Известен Как Новочеркасский Политехнический Институт И вчера Было 115 лет С даты основания То есть Он основан В 1907 году Это был первый На юге России Технический И вообще ВУЗ Первый Потому что Университет Федеральный Ростовский Он был На пару лет Божья основа Теперь Какую Я хотела Представить Не то что Работу Я бы хотела Представить Некоторый Анализ Работ Которые Выполняются Нашими Выпускниками В проектных Группах И действующими Аспирантами Нашими Ну Основывается Этот Анализ На том Что мы Посмотрим На некоторые Требования Которые Сравнительно Недавно Появились В частности Постановление Правительства Номер Номер 331 От 5 Марта 2021 Года Который Устанавливает Обязательное Применение Технологии Информационного Моделирования В процессах Проектирования Строительства И эксплуатации Зданий И сооружений Возводимых За счет Бюджета Российской Федерации Согласно СП 333 Цифровая Информационная Модель Должна Содержать Взаимосвязанные Графические Атрибутивные Данные Все Что вы В общем-то Знаете И вот Я хотела На примере Некоторых Объектов Показать Во-первых Какие Перспективы Ну Во-первых Какие Преимущества Какие Перспективы Применения Таких Информационных Моделей И Может быть Обратить Внимание На то Какие Имеются Ну Как бы Проблемы И вопросы В частности Связанные Вот С обеспечением Сопровождение Объекта Во время Его Полного Жизненного Цикла Ну Естественно Имеется Ввиду Что Жизненный Цикл От начала Проектирования И получения Задания На проектирование До утилизации Тех Материалов И конструкций Которые Использованы Были При Сооружение Этого Объекта Помимо Того Что Мы Выполнять Должны Требования Постановления Правительства Номер Энергетическому Энергетическому Экологическому Проектированию И Сюда Что Входит Это Мы Говорим О Убеспечении Комфорта Среды Обитания Человека Сюда Входит Инновационные Технологии Очистки Сточной Воды Снижение Объема Потребления Воды Мониторинг Подачи Свежего Воздуха Внутрь Помещения Эффективная Вентиляция Создание Системы Контроля Поддержание Качества Воздуха Внутри Помещения И еще Некоторый Ряд Таких Требований И Все это Я хотела Проиллюстрировать На Создании Вот такой Сейчас Представлен БИМ-модели А дальше Мы посмотрим Это уже Выпучено И в материале Это Модель Биологической Фитоочистки Воздуха Которая Компонуется Из типовых Фотобиореакторов Объемом 150-200 Литров С концентрацией Водоросли Хлорелы Где-то Свыше 10 грамм На литр Установки Получаются Сравнительно С низким Энергопотреблением Оголо 10 кВт На установках Но Имеется Возможность Масштабирования Этих Установок Зачем С употреблением Нескольких Блоков И В качестве Плюса Что мы получаем Мы получаем Утилизацию С одного Блока Около 3 кг СО2 В сутки И при этом Образуется 1,5-2 кг Биомассы Хлорелы В частности Хлорелы Это может быть Использовано Я скажу Там несколько Слов Потом Где Это может Быть В качестве Удобрений Это может Быть В качестве Сырья Для получения Некоторых Добавок И даже Некоторых Лекарств Может быть Получено Значит Вот эта Установка Модель Установки Выполнена Среди Архикад С применением Нескольких Модулей Написанных На языке Пайтон Так В чем Преимущество Именно Сейчас Вот так Где-то Картинка Была Секундочку Да В чем Преимущество Именно Модульной Системы Значит Вот здесь Показано Здание Блока Механической Очистки Который Был Спроектирован И Уже Выполнен В поселке Красносельской Ленинградской Области И вот Вы видите Там Включены Модули Которые Как раз таки И содержат Вот эти Самые Биофотореакторы Которые Основаны На Применении Хлорелла Ну Про Хлореллу Я не буду Потому что Я не специалист В этом деле Моя Задача Прокомментировать То Что Как Выполнено И какие Преимущества Дает Вот Построение Такой Цифровой Модели Сейчас Секундочку Еще одну Я покажу Это Технологическая Часть И Вот так Выглядит Очистные Сооружения С интеграцией Блока Очистки Воздуха Который Мы Говорили Вот так Выглядит Именно Построенная Бим-модель И теперь Вот Несколько Слов о том Что Как я понимаю Дает нам Преимущество Использование Такой Модели Ну Во-первых Средства Визуализации Значит Это всегда Хорошо Это можно Показать Заказчику Это можно Так сказать Обсудить Где-то Так Решены Все конфликты Взаимного Расположения Элементов Этой Модели Дальше Все Возможные Нестыковки Технических Решений Которые Разработаны Специалистами Разных Профилей Архитекторы Конструкторы Генпланисты Сантехники Электрики Ну Это все Так сказать Понятно И В общем-то Дает возможность Ликвидировать Ошибки И кроме того Дает возможность Командной Работы Значит Одновременные Работы Специалистов Разного Профиля Над одной И той же Моделью Значит Можно Как-то Учитывать Взаимные Изменения Это все Известно И это Понятно Но Это все Плюсы В плюсах У нас Что бы я Хотела Привести В качестве Ну Проблем Может быть Нерешенных Задач Это Например Переход От Вот такой Модели Будем Говорить Конструкторской Может быть Архитектурной Может так Лучше сказать Это Переход К расчетной Модели Напрямую Перейти От Модели В пакете В нашем случае Это Архикад Перейти В расчетный Модуль Какие расчетные Мы используем Значит У нас Кад Лира Майкрофэ В основном Так Теперь Переход Возможен Только с применением Специальных Конверторов Которые Переводят Но Не все Характеристики Можно получить Геометрические Характеристики Мы получаем Модели Размеры Какие-то Сечения Заложены Но Такие вещи Как Механические Характеристики Материалов Они не будут Заложены Вот в этой Модели Будем говорить Архитектурной Поэтому Для того Чтобы перейти К расчетной Модели Это Физико-механические Свойства Материала Условия Примыкания Элементов К друг Другу Дополнительные Связи Которые Наложены Какие-то Элементы Это все Нужно Откорректировать Это Сразу То есть Моделируется Геометрия По модели Получается В расчетной Схеме По модели Геометрия А Изучение Напряженно-деформированного Состояния Нужно Нужно Выполнять Еще Отдельно Это Первое Что бы я сказала В качестве Вопроса Который Не решается Или не всегда Решается Напрямую Теперь Второй Вопрос Вот сегодня Упоминалось Уже То что Существует Жизненный Цикл Объекта И Вот сказали Что например Материалы Производителями Гарантируют Ну где-то До 50 лет Так Но Жизненный Цикл Объекта Строительства Он далеко Не ограничивается 50 годами Жизненный Цикл Гораздо Дольше И если Вот эти Ну Технологии Аналогичные Бимпроектированию Они применялись Раньше В космической Технике Частично В машиностроении Но Там нет Такого Срока Жизненного Цикла Который Превышает 50 лет И поэтому Спрашивается На стадии Эксплуатации Как эта Биммодель Будет функционировать Да Она есть Ее создали Но Во время Эксплуатации Происходит Изменение Характеристик Теплотехнических Характеристик Происходят Какие-то Повреждения Может быть За время Эксплуатации Кто И как Будет это Заносить В модель Через 50 лет И какая Эта модель Будет Кто Будет Ею Пользоваться Где Эти Специалисты Которые Может быть Через 50 лет Они появятся В эксплуатирующих Организациях Которые В эту модель Попытаются Занести Все эти Повреждения И Изменения Характеристик Материалов Например Поэтому Здесь Пока что На мой взгляд Решения нет Как это будет Выполнено Через Ну пускай Даже не 50 лет Через 20 лет Когда накопятся Какие-то Повреждения Это вопрос Связанный С Эксплуатацией Так Сейчас у меня Что-то еще Было Да В качестве Примера Еще одного Вот очистные Сооружения Которые Уже Построены С Учетом Вот тех Технологий Которых Мы Говорили Это Кемеровская Область Шерегеш Опять же Пожалуйста Биммодель Есть Мы Ее Можем Предоставить Спрашивается Кто с ней Будет Работать На объекте Где Эксплуатационные Службы Кто Будет Оплачивать Пакеты Которые Обеспечивают Пользование Этой Модели И Кто Их Получит Но Во всяком Случае Если Такие Крупные Объекты Вот Как Представленный Вами Бадаевский Комплекс Я верю Что Там Будет Эксплуатационная Служба Серьезная И будет Возможность Изменения Повреждений Что-то там Еще Внести В модель А вот Тогда Когда мы Говорим Например Об очистных Сооружениях Ну Может Здесь Тоже Не Все Плохо Будет А вот На Небольших Объектах На Локальных Сооружениях Неизвестно Ну В частности Да Еще Я Одну Вещь Упустила Сказать Что Какое Крупное Преимущество Вот Таких Комплексов Очистки Канализационных Стоков И вот Встроенных Модульных Воздухоочистки Это именно Модульность Поэтому Может быть Можно рассчитывать На то Что Заменятся Целые Модули И Это тоже Перспективная Тема Которой В частности Вчера Мы были Когда На Секции Одной Секции Многократно Было Повторено Что Внедрение Металлических Конструкций Внедрение Стали Нужно Только Приветствовать Строительной Отрасли Потому Что Та Сталь Которая Уходила На Экспорт И Предприятия Получали С этого Доход Она Остается Внутри Страны Где Будем Использовать Вот Предполагалось Даже Изменение Технических Норм Требований По Мановерной Пожарной Безопасности С тем Чтобы Как можно Шире Применять Стальные Конструкции Ну Здесь Конечно Самые Широкие Перспективы Применения Стальных Конструкций Для Всех Инфраструктурных Объектов Обеспечивающих Ну Функционирование Городской Среды Да Это И Очистные Сооружения Это И Система Вентиляции Это Вода Забора Это Подача Воды И так Далее Все это Может быть Решено В модульном Виде И Компоновка И изменения Вполне Это допускает Ну И Какие бы Особые Выводы Я не предлагала Единственный Вывод Который Я хочу А Кстати Он у меня Где-то Записан Так Это Это Не про то Это Я сказала Так Это Построенное Уже Сооружение Да Которое Было Сделано По Нашей Модели Так А Вот Где Ой Где же Вывод Минуточку А Вот Вот Пожалуйста Вот там У меня Написано Значит Я Как Представитель Вуза Я Вывод Свои Формулирую Следующим Образом Что Основная Проблема Которая У нас Стоит Это Подготовка Специалистов Соответствующей Квалификации Которые Могут Не только Пользоваться Какими-то Пакетами Да И Какой-то Айти Продукцией Но Которые Еще И Понимают Суть Дела Которые Знакомы С технологией Тех Процессов Которые Происходят На Объекте С Конструктивной Схемой Этого Сооружения И В общем Они Имеют Подготовку Не только Айтишника Но и Имеют Подготовку Строителя И Тогда Наверное Все-таки Это Ну Более Перспективно И Те элементы БИМ Я не буду говорить О БИМ Технологии Те элементы БИМ Которые Сейчас Востребованы Которыми Пользуются Проектировщики А в основном Пользуются Именно Проектировщики Потому что Уже На стадии Возведения Объекта Гораздо Меньший Процент Людей Которые Могут Этим Пользоваться А на стадии Эксплуатации Я считаю Что их Просто Вообще Нет Ну У нас Все впереди Поэтому Вот Сущей квалификации И Возможность Использования Тех преимуществ Которые Дает БИМ Технология У меня Графика Спасибо Большое Какие будут Вопросы К Нине Александровне Да Пожалуйста Николай Васильевич То что Со специалистами Проблемы Понятно А с программным Обеспечением Разве Проблем Нет Ну Вы знаете Как К этому Подойти Вот Понятно Что сейчас Большие изменения Происходят Некоторые Проектные Организации Еще пользуются Тем обеспечением Которое У них Было Сроки Лицензионных Соглашений Истекают Ну Я могу Прибивсти Так сказать Из собственного Опыта Я знаю Что у нас Мы поставили У себя На накат Последнюю Версию И в общем-то Стали работать С этим Да Я думаю Что мы Справимся Справимся Ну И Те пакеты Которые Нам Поставляют Ну Хотя бы Лира Отечественная Уже Которая Московская Пока Что так А Более Серьезно Не знаю Не знаю Лира В комплексе Разве Позволяет Это все Делать Переход Возможно Ну Не совсем Вот То Я об этом Сказала Что вот Нужно Перевести Модель Из одной Из одного Пакета В другой Это Надо сделать Да Не всегда Просто Ну В общем Очень не хватает Отечественных Разработок В этой области Она Просто вообще Белое пятно Получается Здесь А про Оболочки Уже Не говорить Ну То что Касается Индес Всего остального Это Мы не обсуждаем Это не наша сфера Еще Кстати Вот Вы Сказали Совершенно правильно Что Одно Дело Перейти Из Модели Сделанной В том же Например На Накаде Перейти В Лиру Но ведь Надо же Еще вернуться Да Если есть Какие-то Изменения Надо же Вернуться И внести Изменения Будем Делать Все Впереди Да Можно Я Скажу Это Кошло Пустую Кстати Совершенно Случайно Мы с ним Встретились Он Работает Скажет Нет Я Как раз Так Есть Представитель Исплуатации Да У меня вопрос Что нам Делать То есть Вот Допустим Мы заказываем Модель У института Так Понимаю Научно-исследователь Нет Нет Вместе 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 В принципе, это возможно, да. Да, там вопрос, как это осмечивать, оплачивать. Это другой вопрос, от них ко мне. Но в этой связи я тоже хочу сказать, такую маленькую ремарку сделать. Мы регулярно проводим по закаузам ФАУФЦС, проводим научно-исследовательские работы для того, чтобы внести изменения в своды правил. В соответствии с этими сводами правил мы проводим расчеты. Расчеты, естественно, идут по определенным программам, в которые те изменения, которые вводятся в новые редакции свода, никаким образом не используются. И, собственно говоря, нету, ну может быть есть, но какие-то единичные специалисты, я вам скажу, массово нету специалистов, которые вот эти изменения, результаты научных исследований, изменения, внесенные в свод правил, могут внести в программу расчета. И это тоже достаточно большая проблема. Вот, а сейчас еще Александр Лавренюк хочет задать. Да, мне хотелось бы просто понять, вот по опыту моему, идея, что у нас есть BIM-модель прекрасная, которую мы потом отдаем в расчет. Это все, ну, не понимаю, зачем. Потому что расчеты мы, например, делаем, ну, моделей может быть 15 под разные ситуации, разные случаи. Это совершенно неправильно. Зачем передавать всю модель, вот, извиняюсь, там, страдать просто с этими примыканиями, элементами, если мы можем просто идеализированную, под нужную задачу решить. Далеко не всегда нужно каждый бултик моделировать. Я согласна. Я совершенно с вами согласна. И еще я просто упустила сказать, что к одному объекту их может быть 10 расчетных моделей под разные условия, да, под разные нагрузки, под разные условия. Но хотелось бы все-таки взаимосвязи между моделью созданной и расчетной моделью. Это бы упростило намного жизнь. Нет? Вы не согласны? Я пока не понимаю все еще задачи, потому что есть модели под задачи, да. Мы там, например, поменяли какое-то отверстие, там, сделаем 200 на 200, 500 на 500. Модели неинтересны. Глобальные задачи, конечно, надо менять. Но они, что так, не работают, не летают, потому что нормально не передаются. Что так, все равно надо руками работать. Раз мы все равно работаем руками, зачем нам еще... Сделайте все заново. Да, сделайте все заново. Потому что это ошибок меньше, да, с чем, если мы пытаемся конвертировать. Ну, геометрию хотя бы получить. Ну, нет, ну, хотя бы геометрию. Геометрию можно, да. А все остальное не работает. Я согласна. Так, еще какие вопросы, комментарии, мысли? Нина Александровна, огромное спасибо. Спасибо. Да, вы затронули вот в своем 15-минутном выступлении тему зеленых технологий и пим-моделирования, совместимости компьютерных программ и модульное строительство, вопросы эксплуатации, жизненный цикл зданий и подготовку молодых специалистов и наших кадров. Ну, я думаю, что вот те доклады, которые вы слышали, был один интереснее другого. Мне кажется, мы сейчас от души поблагодарим всех докладчиков и хочется также поблагодарить всех, кто пришел сегодня очень рано, в 8 утра по московскому времени на заседание нашей секции. Но вот прослушав вот эти доклады, у меня создалось впечатление, что в итоге когда-нибудь у нас среда обитания человека будет действительно и благоприятной, и комфортной. Спасибо всем большое. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok